Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, на этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Китаво. И здесь сказано, придешь ты в землю Израиля, и там у тебя, разумеется, будут большие-большие урожаи. Итак, когда ты будешь собирать урожай, возьми первенки, свои первые плоды, и принеси их Всевышнему в знак благодарности. Приди в Иерусалим, принеси их в храм. И говорит нам Тора, если ты будешь благодарить Всевышнего и признавать, что все результаты, которые у тебя есть, любой результат в любой сфере жизни от Всевышнего, говорит нам Тора, в следующем году ты придешь снова такой же довольный с большим-большим урожаем. Почему? Потому что ты подключил к своей жизнедеятельности, ты подключил самого Творца Мироздания. В иврите слово «благодарить» — «легодот» — также означает «признавать». Я признаю, что все от тебя. Я тебя благодарю. И тем самым, все, вы теперь со Всевышним в связке. Вы теперь с ним партнеры. Вейшамарта, Вейасита. Ты, значит, придешь точно в следующем году после опять большого-большого урожая. С тобой теперь Всевышний. Главное — благодарить. И главное — признавать, что все результаты от Всевышнего. И еще мы сейчас движемся к Роша Шана, к суду. Говорят нам наши мудрецы, что иногда Всевышнему из-за наших плохих действий, из-за наших грехов, которые разрушают нас самих и всю Вселенную, чтобы эти вот плохие, вот плохой приговор, который Всевышний должен иногда нам давать в результате наших грехов, чтобы его на иврите «лемолель», чтобы взять его в порошок, уничтожить полностью приговоры, плохие приговоры, то нужно благодарить Всевышнего. И когда ты его благотворишь, и когда ты ему благодарен постоянно, то все плохие приговоры полностью аннулируются. Где это написано? Написано «ми емолель гвурот Ашем, яшмия кольте и лато». И здесь, кто знает хорошо иврит, «ми емолель», кто сможет в порошок уничтожить, «лемолель гвурот Ашем», «гвурот» — это «гвура», это, к сожалению, плохие приговоры, которые иногда Всевышний нам дает из-за наших действий. Кто хочет их уничтожить, эти приговоры, «ми емолель гвурот Ашем», «яшмия кольте и лато». Его нужно благотворить, благодарить и благословлять, и постоянно рассказывать, какой же великий Всевышний, признавая тем самым его участие в нашей жизни. И раз ты это признаешь, и ты ему благодарен, все плохие приговоры будут уничтожены. Итак, спасибо огромное за внимание. Всем шана, това, умытука.